Всем привет, друзья! С вами Ирина и мой муж Ярослав. В этом видео мы расскажем вам о своем опыте пересечения границы Украины на автомобиле из Германии. Если вы смотрите мой канал давно, то вы видели, что этой зимой мы ездили в Украину на автомобиле за своими вещами. И вот сейчас расскажем вам, что для этого нужно, какие документы собрать. Для этого передаю слово Ярославу. Всем привет! Как оказалось, найти информацию в интернете о том, как пересечь границу Украины на автомобиле с европейскими номерами оказалось довольно сложно. В основном вся информация о полулегальных способах ввоза автомобилей в Украину для, можно сказать, постоянного их там местонахождения. А вот как законно заехать на некоторое время в гости на автомобиле с немецкими номерами, так ничего толком найти и не удалось. В основном это были крупицы там, крупицы тут. Мы их как бы собрали в кучу, уже проверили на своем опыте и хотим с вами поделиться. Итак, чтобы заехать в Украину на автомобиле с европейскими номерами. Вам в первую очередь необходимо, чтобы этот автомобиль был зарегистрирован именно на вас. То есть на того человека, который будет заезжать на нем в Украину. По большому счету, для временного ввоза автомобиля в Украину существует два варианта. Первый вариант это въезд на 5 или 10 дней в режиме транзита. И второй вариант, если вы не резидент. Поскольку второй вариант для нас был невозможен, то мы въезжали в режиме транзита на 5-10 дней. В чем разница между 5 и 10 днями? Разница в том, что 5 дней это если вы заезжаете и выезжаете через пропускной пункт одной области Украины. То есть это могут быть даже разные пункты, но если они в пределах одной области, например Львовской, то это всего лишь 5 дней. Поэтому, чтобы было 10 дней, надо заехать через одну область, а выехать через другую. Поэтому мы заезжали через пропускной пункт во Львовской области, а выезжали через пропускной пункт в Луцкой области. Тогда можно находиться 10 дней. День въезда и день выезда также считается как первый и последний день. Чтобы спокойно пересечь границу, вам нужно первое. Чтобы автомобиль был зарегистрирован на того, кто пересекает границу. Возможно, с этим что-то поменялось, но на тот момент, когда я узнавал, у меня была такая информация. Второе. Вам нужны, соответственно, документы на автомобиль. Это техпаспорт в случае с Германией, так называемый ТИЛ-1. Та часть техпаспорта, которая необходима для управления транспортным средством, а не которая подтверждает права на его владение. Также вам нужна будет международная страховка, так называемая грин-карта. Получить ее абсолютно не проблема. В случае с Германией, вы просто обращаетесь в страховую компанию, в которой у вас застрахована машина. Просите их предоставить вам эту грин-карту, и они ее вам вышлют. В нашем случае это была страховая компания Хук. Они бесплатно мне выслали, без каких-либо вопросов. Пришлось просто ее подождать, там около 3-4 дней, пока она почтой дойдет. На этом все. Никаких дополнительных расходов не было. Также важный момент, что с собой необходимо иметь, не то что необходимо, а желательно, иметь копии паспорта Украины на того, кто ввозит автомобиль, загран паспорта Украины и копию техпаспорта на автомобиль. Для чего это нужно? Когда автомобиль первый раз въезжает на территорию Украины из-за границы, они вносят его в базу данных. И когда они вносят в базу данных, им нужны копии документов хозяина автомобиля и документов на автомобиль. Их, конечно же, можно сделать и там, прямо на пропускном пункте, только стоить это будет приличных денег, плюс время. Поэтому желательно их иметь с собой, так гораздо быстрее и проще. На проезд границы нужно минимум закладывать пару часов, это, скажем так, при удачных обстоятельствах. Обычно при проезде границы мы вкладывались в 3-4 часа. При подъезде мы смотрели в специальные приложения, которые показывают очереди на границах, и выбирали, соответственно, уже перед самой границей, к какому пропускному пункту свернуть, где поменьше очереди. Сам процесс прохода границы абсолютно несложный. Главное не заворачивать в красные коридоры, потому как там, даже если машин меньше, скорее всего, будет дольше, потому как досматривают более внимательно. На зеленых же коридорах досмотр такое дело более формальное. Спрашивают про акцизные товары, которые они обычно проверяют. И везем ли мы спиртное, сигареты, лишний запас топлива, потому как это регламентируется у них на провоз. А все остальные вещи им, в принципе, не интересны. Но всегда сверяли ВИН-номер автомобиля, то есть, чтобы ВИН-номер в техпаспорте и в автомобиле совпадал. Везде ничего хитрого, но везде очереди. Сначала нужно в паспортном контроле подождать, в очереди в окошко, потом подождать в таможенном контроле, в очереди на окошко, потом подождать, чтобы машину посмотрели. Ну, правда, машину обычно смотрят быстро. И это два раза на польской стороне, потом на украинской стороне. И наоборот, при заезде обратно. Ну и при подъезде к самой границе подождать примерно двухкилометровую очередь. Ну, там несколько часов займет, а так ничего такого. Ну, очередь на самом деле не двухкилометровая, они покороче. Но ждать приходится. Хотя это больше зависит от того, какой пункт. Потому как на некоторых пунктах есть полосы для ожидания, а на некоторых это просто очередь понадобоченная и в каком-то населенном пункте небольшом. Ну и опять же, лучше проверяйте, когда вы подъезжаете к границе. Там всегда можно свернуть в любой другой пункт перехода. И на определенных сайтах или в приложениях, прямо на телефоне, можно всегда посмотреть примерно сколько часов ожидания на границе вам придется простоять. Поэтому, если в соседнем пропускном пункте нет очереди, а на вашем пункте вдруг восьмичасовая очередь, то лучше, конечно, свернуть там, потратить лишние полчаса, но зато вы быстро пройдете переходы. Также, планируя поездку автомобилем, правильно планируйте время с учетом вот этого всего ожидания. Мы, к примеру, ехали из Южной Германии в Южную Украину, и нам пришлось делить поездку на два, а то и три дня. Мы обычно ехали первый день, это Германия-Польша, доезжали до границы, прямо до пограничных поселений, где-то там останавливались в гостинице на ночь, и уже утром проходили таможню и продолжали движение по Украине. Ну и, конечно же, помните, что есть через таможню определенные ограничения на ввоз товаров, на количество ввозимого. Например, так как мы переехали в Германию полностью, первые полгода нам было разрешено ввозить через таможню неограниченное количество личных вещей. Без декларирования, поэтому в первые полгода мы ездили два раза автомобилем в Украину, чтобы перевезти все свои вещи. У нас машина была забита под завязку полностью. Никто там ничего не взвешивал, не смотрел, не просил декларации, потому что мы сразу говорили таможенникам, что мы вот переехали недавно, буквально несколько месяцев назад, и поэтому перевозим свои личные вещи. Потому что потом уже по прошествии этих полугода, когда мы будем ездить в Украину в гости и обратно, то можно будет провозить не больше, чем 50 килограмм на человека, но я не помню в какую сторону, или в ту, или обратно. Да, видя нашу полностью загруженную машину, украинские таможенники шутили и прикалывались, говорили, нас что, из дома выгнали, что ли? Также при въезде в Евросоюз запрещено провозить молочные продукты, мясные продукты и картофель, и там есть определенные ограничения, конечно же, на овощи, фрукты и всякое другое разное. Это вы все можете посмотреть на сайте польской таможни. При въезде в Украину та же история, смотрите на сайте украинской таможни, что можно ввозить, а что нет. Итак, в общем, вкратце, когда вы подъезжаете к границе, можно для удобства подготовить все документы сразу. Для этого берете свой загранпаспорт, вкладываете в него вид на жительство, если он у вас уже есть, или там в загранпаспорте у вас вклеенная виза, вкладываете в него техпаспорт на автомобиле грин-карту, берете загранпаспорт всех пассажиров, вкладываете в свой, и вот такой вот пачкой сразу и передаете на паспортном контроле, на пограничном контроле. Они все равно, все эти документы у вас всегда будут спрашивать. Поэтому вот так готовой пачкой сразу же можно их и передавать. Да, еще один важный момент. На территории пограничных пропускных пунктов из автомобиля без разрешения желательно не выходить. То есть вы плавненько в очереди тянетесь до именно уже самого места, где проверяют автомобили. К вам подходит проверяющий, пограничник, просит документы или просит вас выйти, показать что-то. Вот тогда вы выходите. Пока не зовут, сидите в автомобиле. Но уже в принципе на украинской части, там когда вот у вас машину проверили, вы уже вышли. И там уже надо бегать по всем окошкам. Надо бегать в окошко паспортного контроля, в окошко таможенного контроля. Но это уже прямо в том месте, где проводятся проверки. А на подъездах, там где очереди еще стоят в пределах пропускных пунктов, там выходить из автомобиля нельзя. Ну и на этом, друзья, мы с вами прощаемся. Если у вас еще остались какие-то вопросы или дополнения, или возможно что-то изменилось, возможно у вас был какой-то другой опыт, оставляйте все это в комментариях, пожалуйста. Всем пока и до новых встреч!